приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина и сегодня у нас будет видео как я его постоянно пытаюсь обозвать вышивальной недели с покупками и подарками июля или даже ну да наверное июля но нет это будет видео только с подарками у меня на прошлой неделе был день рождения я вам покажу что появилось в моих запасах из рук отдельного именно рукоделия вышивальных неделях немножко мелькало и не рукоделия но сюда я к вам пришла только с рукодельными подарками сделаны своими руками и также с наборами и схемами аксессуарами и всяким таким я надеюсь что нам не помешает шум какой-то просто не знаю какой-то вечность 3 вечного строительства моих соседей казалось бы те же самые 6 соток но строят они там уже много-много лет я надеюсь что я буду пытаться их перекрикивать и за той красотой которую я вам буду показывать вас не сильно будет это раздражать потому что к сожалению переждать не вариант это надо ждать несколько лет вот такая вот грустная история так ну что поехали потому что показывать здесь много чего я себе здесь рядом поставила столик все это разложила и сейчас буду все это вам демонстрировать так первое как видите это подарки сделанные своими руками моя зрительница роксана я оставлю ссылку на нее внизу и на всех я постараюсь кого буду упоминать я буду оставлять внизу ссылку так что можете пройти в описании и посмотреть она мне отправила написала марина можно ваш адрес я дала адрес она горит я вам отправлю там подарок в общем там было написано по моему одежда я думаю ну интересно в общем и я открываю коробку и там лежат две вот такие вот красивенные сумки это сумки ручной работы она их делает самостоятельно плетет я так понимаю но если честно я боюсь ну очевидно да скорее всего это плетение я снова с вами самые страшные звуки я все-таки пережидаю в общем смотрите какое красивое плетение такие как жемчужинки и здесь есть еще тут магнитик и здесь есть подкладка есть еще такая вот цепочка то есть ее можно и на длинном ремешке носить я знала что есть такие изделия видела но в руках не держала никогда и и вот такая вот чуть поменьше здесь магнитика нет она вот просто так закрывается но может я и приделаю потом на всякий случай смотрите какое классное желтое дно и здесь ручка плетеная тоже я ее мерила когда получила я как раз была в такой белой футболке померила сверху на белую футболку вот так вот через плечо этот ребешок и очень красиво это смотрится и оксана спасибо еще раз вам огромное обязательно будет носиться это у меня уже мама так тихонечко с ней удалилась подсказывает одолжила не не забрала одолжила спасибо большое спасибо за подсказку из зала не забрала одолжила вот это остается у меня и я думаю что будет достаточно активно у меня носиться так что спасибо огромное и откладываем их вот сюда вот я как раз так знаете отдалила кадр чтобы у нас по возможности все сегодня поместилось кстати да я сегодня снимаю на столе который мы делали в том году сами сколотили сами покрасили и сами прикрутили в общем все сами и на даче это здесь удобно реально я рядом с ним стою на нем снимаю но дома у меня немножко не такая ситуация дома этом снимаю на кухонном столе в общем у меня есть деревянные фотофоны но я постоянно жаловалась своей подруге кати что они вот они короткие вот я вышила такую-то работу а у меня ничего не влезло в общем бы и приходит катя ко мне на день рождения и заносит вот это я считаю что это тоже рукодельный подарок потому что во первых для рукоделия во вторых сделаны своими руками это фотофон это деревянный фотофон 110 на 70 сантиметров все сделали они полностью сами с мужем там доски та сторона которая светлая это пчелиным воском покрытая то есть не краска а с другой стороны это просто обжиг опять же то есть это тоже дни не краска ручка есть для переноса в общем года когда с этим зашла а вода еще сама маленькая фотофон огромный и думаю боже что донесет я не ожидал чего-то такого большого так что теперь мы с вами дома будем с комфортом снимать большие работы не будут нигде у нас с вами ни слева ни справа ни сверху ни снизу в кадре торчать никакие куски из куски стола куски скатерти еще чего-то так что такая вот у меня появилась прелесть и давайте наверное пока я не забыла это дело потому что у меня надо писать список я всегда себе говорю потому что я потом до снимаю видео кто такая почему ты не сказала про это почему ты не сказал про это авторские схемы да у меня появились авторские схемы я себе составила чего со мной не было уже очень давно я себе составила виш-лист вот как-то у меня накопилось тем более мне несколько подруг просили и я его составила и там были схемы автора которого я еще не вышивала это мора моран оставлю тоже на нее ссылку приобретали схемы через сайт но там какие-то были что у одной что у другой моей подруги там были какие-то сложности почему-то с оплатой но но в общем они справились итог такой они справились у меня появилась не поверите целых пять схем я мне нравилось из них давно две остальные я не видела и я залезла на сайт посмотреть что еще есть и влюбилась в еще три схемы в общем у меня появились сэмплер весна вот так это выглядит я думаю что вы знакомы с этой схемы она достаточно такая известная к ней сэмплер середина летом потом вот такая вот которая если бы я не запланировала себе осенний сэмплер из книжки помните на такой рустикальной конве я бы прям в этом году взяла бы вышла осень в швейцарии тоже потрясающе красиво и очень интересно сама по себе построена схема такими маленькими сюжетами которые можно было бы не сэмплеров вышивать а прям вот отдельными брать и где-то вышивать но они у меня все будут на одном на одной ткани потом морские схема навеяла очевидно значит магические сны маяка косатка да я знаю что достаточно такая несвойственная для меня вроде бы схема но надо пробовать что-то новое и мечты о море остров рыбка вот такая вот схема остров в рыбке в общем-то название говорит само за себя я очень сильно надеюсь что какую-то из этих схем я запланирую на следующий год мне кажется что это будет осень но возможно и что-нибудь на на лето также запланирую так что спасибо огромное моим подругам благодаря которым у меня появились эти схемы схемы приходят на почту приходят в во всех возможных вариантах там черно-белая цветная приходит pdf приходит сага так что спасибо огромное дизайнеру за возможность вышивать с комфортом по электронным схемам так все я я я об этом вам рассказала потому что если я сейчас начну перебирать все что тут лежит реально могло вылететь из головы а это очень желанный такой подарок интересно интересно знакомиться с новыми авторами я вчера познакомилась с этим я вчера начала вышивать ладно что я вам тут буду ходить вокруг да около я начала радужный сэмплер да вот теперь будет интересно вам ждать следующую вышивальную неделю я начала радужный сэмплер и уже даже три вида шовчиков сделала всего их там 28 в этой работе что я тут уже имею приключение так давайте пойдем дальше есть у меня еще схемы но так значит мне пришла посылка от моей зрительницы елены из канады и там также было несколько схем была вот такая вот схема от фирмы баттонат роут если честно я никогда еще не вышивала ничего от этого дизайнера и здесь вот такая вот насколько я понимаю индейская девушка с птицей тут ваза с фруктами в общем интересно это все должно вышиваться называется spirit dancer называется это все девяносто пятого года у нас схема вот такая вот красота будет у меня возможность опять же познакомиться с новым дизайнером мне кажется что вот эти вот элементы они бисером вышиваются и вот эти а у нее подол бисером вышивается вот в этих вот местах ага и украшение на шею вышивается из бисера в общем это будет интересно какой будет размер да конечно же это дюйм в общем 199 на 240 крестиков это не маленькая работа насколько я понимаю такая будет прям большая картина но очень красивая очень красивая надо будет тоже за нее обязательно взяться также были вот такие вот схемки от джас нэн я кстати не открывала не смотрел я думаю что там все три скорее всего я тогда когда распаковала посылку озадачилась там одна или три думаю что все таки три вряд ли бы их так изображали вот такая вот миниатюрка значит это у нас forever friends это у нас хэппи хэппи бэрзди и это лав и есть еще вот такие вот я их обозвала пайетками но на самом деле это не пайетки это какие-то такие пришивные как стразики это не не пайетки такие вот у меня есть три схемки и мне кажется что у джас нэн были вот такие вот рамочки видите то что у меня один есть дизайн тоже такой маленький и там он идет вместе с рамочкой так что возможно можно будет и и рамочки такие где-то поискать еще схема это тоже из моего виш-листа я сходила на рукодельную встречу когда ходишь на рукодельную встречу почему-то возвращаешься оттуда потом с кучей всяких хочу шик и в общем познакомившись с наталья лужанской она приходит на встречи с целыми коробками добра собственного производства там у нее и и и гирлянды и игрушки и эти на на подставочках вот эти вот всякие всякие разные фигурки ты на это смотришь и особенно конечно я знаете пять минут позора это когда я достаю что-то из коробки такая боже какая красота кто дизайнер а такая я я попала в эту ситуацию несколько раз и по-моему я попала в эту ситуацию как раз таки с этими схемами это вот такие вот три авокадика мне дарила подруга и наталья не просто прислала электронную схему она прям распечатала прислала подруги так что у меня теперь есть вот такие вот буклетики со схемами и тут вот инструкция каким-то специализированным стежкам значит это у нас авокадо на метле до наталья лужанская это созвездие единорога я тоже оставлю ссылку внизу понятное дело так значит это у нас авокадо на метле вот такое вот милейшие авокадо здесь еще здесь у них у всех есть какие-то такие специальные стежки здесь есть розочки здесь есть бисер здесь есть кошка которая не в восторге от полета по моему но держится как-то потом здесь авокадо с тыквой такое вот классное тоже видите с розочкой с бисером и здесь есть авокадо который варит зелье то есть два таких оси а хотя не все осенние да получается это что же хэллоуиновская это же ведьмочка так что вот такие вот три авокадо у меня есть но кроме того что у меня есть три такие схемки у меня есть к ним еще заготовки наталья всегда спрашивает из какого там есть куча вариантов кстати еще были qr-коды давайте я вам попробую не засветить все это дело отдельно присылается бумажка такая листочек красивый с qr-кодом для саги и три заготовки уже с фетром у наталья там куча вариантов мягкие там пластика криво какой-то мягкие не мягкие в общем этом прозрачный непрозрачный у меня это прозрачный и мягкий он здесь фетр и вот она сама заготовка она реально мягенькая то есть она прям как вам показать ее можно гнуть можно но не нужно наверно особо сильно но она такая мягенькая тоненькая тоненький пластик это у нас как раз та которая на метле и вот это вот у нас код я думаю что внесу их в планы на этот год скорее всего ну не было их у меня в планах на год ну и что появятся хотя конечно хотелось бы всех троих вышить ну я попробую попробую внести их всех троих в планы так что вот такие вот три конечно потому что наталья это распечатала это так красиво это так красиво будет вам видео показывать в общем просто потрясающе так далее от моей зрительницы Елены опять же из Канады помните я несколько лет назад получала посылку и там были три вот такие вот калибри это из тех трех последние я вышивала одну в позапрошлом году одну в прошлом и вот одна у меня осталась на этот год это калибри от фирмы Crossed Wing Collection они выходили по-моему на протяжении то ли 19 то ли 20 лет их там много каждый год вплоть до там двухтысячных две тысячи какого-то десятого или одиннадцатого что-то такое с девяносто каких-то там годов в общем я вам сейчас могу вставить фотографию сколько этих калибри вообще существует в природе их там много я нашла я нашла все вот но в чем здесь прикол здесь шла схема и здесь шла ткань ручного окрашивания то есть был такой наборчик и мне нравятся еще несколько калибри но тканей соответственно больше не было и я уже начала думать потому что у меня это последнее я уже начала думать о том как надо значит ткани ручного окрашивания мне даже одну ткань ручного окрашивания подарили я такая ага это подойдет вот под ту калибри И я открываю посылку от Елены И я вижу там еще две ткани В общем, одна из них Я уже подобрала под них Я уже подобрала под них калибри Значит, вот под такую вот зеленую ткань Она вам сейчас, скорее всего, передаст Гораздо светлее, чем она есть В общем, под нее Будет вот такая вот калибри Это под эту ткань Я могу попробовать ее Достать из пакета Но я не уверена, что это Сильно поможет Нашему с вами делу Ну-ка, тут еще белый листочек Не знаю Ну, вроде позеленее стало, да? Мне сейчас сложно сказать Потому что я на ярком солнце стою В общем, красиво будет смотреться Вот эта калибри на этой ткани Это ткань Ручного окрашивания Это кэшел Это лен 28-го каунта На нем очень комфортно вышивать Так что Я уже две вышила Так И вот такая вот ткань Голубая С такими красивыми разводами Она идеально будет Под вот эту калибри То есть у меня уже все ткани Забиты под калибри Мне кажется, что будет здорово И видите История, которая могла прерываться Не прерывается И судя по всему Будем с вами вышивать По одной калибри В год Еще Сколько-то лет Подряд Так Давайте, наверное Немножко аксессуаров Принесла Тоже вам показать В общем Моя подруга Мария Принесла мне вот такую вот штуку Это Не выливайка И кисточки Человек Меня всячески подталкивает К тому, чтобы я начинала Свою раскраску Она меня с ней пугает Говорит Ты когда начинаешь раскраску Когда ты начинаешь раскраску Ты знаешь, что краски могут засохнуть Когда ты собираешься рисовать И в какой-то из вечеров Она меня спросила А у тебя есть стаканчик Для этого всего Специальный Такая, нет В общем Она мне привезла Вот Двойной кисточки Так что Надо начинать Действительно Раскрашивать Мою раскраску Не поверить Из калибри Конечно же С чем у меня Еще может быть раскраска Так Подарили мне Два аксессуара Не поверить Из калибри Короче Тема калибри Раскрыта Подарили мне Два аксессуара Это у нас Магнитик Я здесь По-моему Уже Распотрошила Да Ага Нет Не распотрошила Или распотрошила В общем Это магнит От Люды Воснидл Такая вот Калибри И здесь Еще есть Такая Счетная Иголочка Такой пин Такая вот Красивая Птица Так И Еще один Аксессуар Конечно же Тоже с калибри Куда-нибудь обязательно Привесить У меня На ножницах Висит калибри В общем Надо Надо Придумать Или менять Иногда Потому что Очень-очень Красиво Очень нежно Прям В моей В моей Любимой Расцветке Так Далее Далее Покажу Вам Наверное Набор Если честно Я не знала Что такое Вообще Делают Что есть Такой Производитель Я Отстала От жизни Так Здесь у нас Подвес И Иголочка Я его Положу Сразу В пакет Потому что Я себя знаю Значит Это у нас Производитель Embroidery Craft Если честно Я немножко Теряюсь Не помню Чтобы я видела Такие наборы В общем Здесь Вот сюжет Здесь Фигурная Перфорированная Заготовка Из фанеры Нитка И иголка Для вышивания И сшивания Фетр Для декора Обратной стороны Подставки Для установки На горизонтальной Поверхности Подвес Для крепления На стену Схема На бумаге Схема Для вышивания Бумаги Схема Для вышивания С обозначением Цветов И количества Ниток Ага Все Я пыталась Это Выдожила Я вас Действительно Что Будет Что-то Прёк Юр-код В общем Вот такая Вот комплектация Здесь идет Органайзер Деревянный Не исключено Что Путала Я сама Хотя Может быть И А нет Наверное Все-таки Я сама Как так У меня Получилось В общем Деревянный Органайзер Даже Смотрите Сделана Здесь Гравировка Ага Тут Смотрите Даже Написана Какая-то Нитка Я так понимаю Это Вот это Для сшивания Прям написано Красиво Тут у нас Ниточки И Здесь Идут Сами Материалы Я так понимаю Это Подставки Для того Чтобы Ставить Это Все Дело Схема Фетр Для задника И Три Две Две Оказалось Что их Три Две Вот такие Вот детали То есть Здесь Вышивается Это Потом Прикладывается Сверху Здесь Тоже Интересно Так Сделан Вот этот Вот Рисунок Ну И По Контуру Сшивается Той Ниткой Очевидно На которой Написано Для Сшивания В общем Никогда Я Раньше Как-то Мне не Встречались Эти Наборы Но Интересно Интересно Будет Попробовать Так что Спасибо Огромное Будем Пробовать И Знаете С годами А у меня Каналу Уже В сентябре Буквально Через два Месяца Каналу Будет Десять Лет С годами Уже Сложнее 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 Становится Удивляться А тут Что-то Такое Ты видишь Которую Ты реально Никогда В жизни Не видела Такая Ооо Какое Интересное Что-то Действительно Будет Очень Интересно Попробовать Я думаю Что пойдет У меня На следующее Лето Я все время Пытаюсь Какие-то Морские Себе Запланировать Дизайны Но Морские Дизайны Без моря Как-то Не очень Интересно Поэтому Пока Лежат Мои Морские Дизайны Так Давайте Наверное Откроем С вами Еще Одну Коробку Я ее Открыла Посмотрела Но это Было Упаковано Настолько Красиво Что я Решила Засунуть Назад Честно Чтобы Показать Вам В том Виде В котором Оно Пришло В общем Пришла Мне Вот такая Коробочка Здесь Было Письмо Так Письмо Откладываем Это Это От Моей Зрительницы Я Тоже Не знала Что Там Там Была Написана Ткань На посылке Когда Она Ехала Саша Стич Ее Аккаунт В инстаграм Если Я Не Ошибаюсь Я Оставлю Тоже Обязательно Ссылку На Нее В Описании И Я Так Поняла Что Она Начинающий Дизайнер У нее Есть Уже Несколько Схем Да Я Не Ошиблась Все Правильно И Они Приехали Ко Мне В общем Давайте Смотреть Что У меня Здесь Так Здесь Собственно Сами Схемы Такие Вот Две Схемы Это У нас Подсолнухи Вот Павельска Александра Она Да Саша Стич Значит Здесь У нас Схема Подсолнухи Ага Тут Надпись Соняшник Подсолнух По краю Идет В общем Сюда Можно Тоже Какие-то Нитки С переходами Применить Что-нибудь Обязательно Придумаем И Вот Такая Вот Схема С Маками С Маками Эти Звездочки Ими Была На самом деле Вся посылка Засыпана Внутри Вот Они сюда Попадали Вот Такой Вот Мак Так что Две Схемы Подсолнухи И Маки Очень Красивые Тоже Обязательно Обязательно Вышить Мне кажется Что здесь Не сильно Много Будет Крестиков И Достаточно Простой Дизайн Сам по себе Ну как Простой Не сложный По крайней мере Так выглядит Так что Я думаю Что я Как-то Я как-то Справлюсь Так Начинает Заканчиваться Место Хотя Его должно Было Хватить На дольше И Смотрите Что здесь Еще Ну тут Было Написано Ткани И тут Таки Да Есть Ткани Так Слушайте Аккуратно Завернула Представляете Как Я себя Чувствовала Когда Я Это Все Развернула Здесь Вот Такой Грибочек Это Все Можно Будет Опять Повесить На Мою А Я Вам Еще Не Рассказывала В Вышивальных Неделях Осеннее Дерево Мое Которое Мне Сделала Подруга Та Которая Сделала Фотофон Смотрите Какой Грибочек Классный Стоять Это Все Пошито Своими Руками Будет Висеть Так Тыковка Те самые Звездочки Такая Тыковка Тканевая Еще Одна Тыковка Посмотрите Как Блестит Переливается Здесь Даже Из Я даже Не знаю С чего Это Сделано Из Полимерной Глины Наверное Скорее Всего Вот У нее Хвостик И Она Такая Велюровая Так Здесь Ткани В Блестках Так Аккуратно Аккуратно Сейчас У меня Весь Сад Будет Блестеть Здесь Набор Декоративных Тканей Всяких Разных Это Всегда Надо Это Всегда Пригодится Для Каких Пин Кипов Кроме Того Я так Понимаю Что Тут Такие Достаточно Большие Все Такие Оно Сильно Свернуто Может Даже Хватить Для Нескольких Такой Красивый Наборчик Здесь У Нас Пуговки Так Тоже Чтобы Это Все Не Растерять Тут У нас Пуговки И шармик Я так понимаю Пуговка Да Вот Я помню Я ее уже Где-то Видела И Здесь У нас Разные Вот эти С Такими Помпончиками Ленточки Четырех Цветов И Здесь Красота Так И здесь У нас Есть еще Вот такая Металлическая Коробка Видите И в коробке Я помню Что В коробке Нитки Так Я Я это сделала И В коробке Нитки По-моему Нитки Александра Тоже Сама Красит Сейчас Давайте Я сразу Буду Перепроверять Потому что Я вам Сейчас Как Рассказываю Придете Скажете Хочу нитки А она Такая Я Причем Да Это Мулине Ручного Окрашивания Все Правильно Я вас Не обманула В общем Пришли Мне Ниточки Тут Так Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Целых Девять Моточков Ниток Это Окрашенная Мулине Демси Смотрите Каких Потрясающих Цветов Таких Тоже Ярких Весенне Летних Запасы Этого Мулине С переходами Это всегда Нужная Вещь Потому что Всегда Часто Куда-нибудь Да И Пригождается Ну Прям Цветотерапия Цветотерапия Так Давайте Их Куда-нибудь Положим Красиво Красиво Так Спасибо еще раз Огромное Александра Это было Очень неожиданно И Очень приятно Мне пришел Этот подарок Как раз таки В день рождения Собственно Я пошла Забрала И мы В этот день Так Подождите Я начинаю Рассыпать Я начинаю Рассыпать Эти штуки Мы конкретно В Мой день рождения 18 июля Не особо праздновали Потому что Это будний день Был Но Эта посылка Пришла Я ее забрала И это Очень Очень в тему Было Праздничного Настроения Так что Спасибо еще раз Большое Я Аккуратно Сейчас куда-то Положу эти Звездочки Чтобы Их Не собирать Потом Везде Так Что у нас Дальше Дальше У нас Давайте Чтобы раскрыть Тему тканей Еще одна Ткань Это Мне прислала Нина Опять же Оставлю ссылку На нее внизу Но я думаю Что многие из вас Знают Нину Ткани с Принтом Перенаборы Схем И многое Многое Другое У Нины Также есть Свой канал Тоже Оставлю ссылку И она делала Ткань Под игрушки Я буду Вышивать Осенью Вот эти Милхил Игрушки Музыкальной серии Она делала Под них Равномерку То есть Что можно Вышивать Оформлять Пинки Там ткань С принтом С нотами Как раз таки И вот Она Нашла Ткани С нотами Опять же С такими Безолотистыми И Прислала мне Ее Говорит Приложи Должно Быть Классно Здесь Большой Такой Отрез Как Ткань Для Задника Я Планирую Вышивать Эти Игрушки Осенью Опять же И их Там Кстати Не как У Милхила В наборах Выходят Шесть Этих Игрушек А у Нины Их Там Семь Их Будет Семь Так что Это Еще один Процесс За которым Можно Будет Наблюдать Осенью Так Давайте покажу Вам Давайте дальше А у нас осталось С вами Знаете что У нас с вами Остались Наборы Поменьше И наборы Побольше У нас с вами Остались Только наборы И одна Такая красивая Изюминка В конце Так Вот такой Вот у меня Появился Набор От Милхил Такая Звездочка Господи Звездочка Снежинка У меня везде Звездочки Снежинка Star Crystal Называется У нас Набор Я вышивала Из этой Серии Вот эту Я вышивала Которая Вторая Вот эту Вот По-моему Татуаметист Crystal А вот этой Вот у меня Не было Здесь Стеклярус Идет Смотрите Будет Очень красиво Здесь Такая Темно-синяя Перфорированная Бумага И еще Один Милхил Я по-моему Такого Даже не видела Это новинка Или Не 2016 Год Значит Это я Просмотрела Смотрите Какая тут Красивая Лежит Снежинка Этот Шармик Что И бисер Классный Что мне нравится В наборах Милхил Это то Что можно Вот так Вот аккуратненько Аккуратненько Залезть Посмотреть А потом Положить Все Назад И оно там Будет красиво Лежать Вот Такой Бисер Здесь И матовый Очень Красивый И Снежинка Трежерс Милхиловский Смотрите Какой Красивый А куда Он тут Пришивается Куда Ты Пришиваешься Ага Прямо По центру Очень Красиво Будет Так Все И Никто Не узнает Что мы с вами Туда Залезали Я люблю Милхилы Ну Если положить Пакетик внутрь То знаете Он там держится Если не положить Внутрь То Правильно Она не держится Так Очень люблю Наборы Милхил Из этих Я по-моему Да Из этой серии Я не вышивала Ничего Из этой серии Это у меня Будет Первый Очень классно Так Еще Несколько Наборов Это Наборы От Ульяны Яковлевой Затышные Хрестики У нее Аккаунт В инстаграм И это Оба Набора Новинки Вот Такой Вот домик Это у нас Затышная Хатынка Я смотрела На На него На этот домик Но Сдержалась Если честно Но видите Он меня Все равно Нашел Здесь Есть Схема Для саги И здесь Есть Пришивные Элементы Видите Здесь Птичка Здесь Подсолнух И здесь Вот такое Вот маленькое Схема Решила Полетать И вот такое Вот маленькое Колечко Как ручка Двери Это все Есть Там В наборе Я если честно Уже Заглядывала Грешным делом Да Деревянная Заготовка Понятно Здесь тоже С фетром Вот они Эти две Пуговки И там еще Где-то В пакетике Я видела Да У нас тут В пакетике Еще Колечко Это новинка Это новинка По-моему Весны Если я не ошибаюсь И Также Ко мне Попала Новинка Лето Это Вот такой Вот домик Гортензии В саду Маки Такие Не рассказывай Про другие Цветы Все Я привалила Их грибом Вот Вот такой Вот домик С гортензиями Здесь у нас По-моему И бисер Будет Ого Прикольно И тут у нас Тут у нас Даже есть Вот такая Вот превьюшка Смотрите Такая Открыточка С этим дизайном И вот Две пуговки Которые пришиваются Это бабочка И лейка Они пришиты Надо отпороть И пришить На работу Бабочка У нас Собственно Вот Лейка Здесь стоит Рядом с Кулумбой И смотрите Тут еще Красивая Такая Гравировка На самой Подставке Есть органайзер С Нитками И я так понимаю Где-то там Внутри Тоже есть Файл Для саки Так что Буду Пробовать С большим Удовольствием Очень классные Домики У нас С вами Остались Только Большие Наборы Такая Вот история Ну знаете Что Что характерно Наборы Остались А места Нет Хотя У меня Здесь Огромный Стол Ну давайте Сейчас придется Идти с вами Вторым Слогом Значит Посылка Которую я Получила Вчера И из Рукодельного Там был Там был Потрясающий Такой Передник С калибри Я теперь В калибри Буду Даже на кухне Но Я его Показала вам В вышивальной Неделе Вы увидите Через Несколько Дней Да Опять же Тема калибри Раскрыта Вот такой Вот набор С калибри Кажется Отдельные умельцы Могут посчитать Сколько я сказала Это слово За За это видео Я не видела Никогда Если честно Этого дизайна Это подушка Дизайнер у нас Эльза Вильямс Это Нидлпойн То есть Это Гобеленовым стежком Будет вышиваться Размер будет 36 на 36 сантиметров Так Здесь Написано 100% Катоновая канва Но по-моему Здесь Откровенно говоря Ага Он тут У него тут Двойная упаковка Здесь Страминчик Страминчик У нас С нанесенным рисунком Вон он Я надеюсь Что я справлюсь Вот смотрите Я не хочу Прям доставать Полностью Вот Смотрите Там Цветочки И нитки Ниток Огромное количество Посмотрите Какой он Пухленький И я когда показала Другой Он уже Даже смотрите Они в виде Мобили Были перевязаны Резинкой Уже резинка Разлезлась Просто рассыпалась Потрескалась И высохла Здесь кстати Года Я вчера искала Не нашла Но опять же Судя по состоянию Резинки Набор Долго Шел до Этого счастливого Дня Встречи со мной Но я вчера Показала Другой своей подруге Она говорит Это же идеально Это то что тебе Нужно для декора Тебе нужна Эта подушка Так что будем С вами вышивать Вот такую вот Подушку С калибри И цветами Сейчас я Во мне Простется Великий ботаник Настурциями Мне это больше всего Похоже на настурции Не знаю Летают ли Калибриные Настурции Я думаю Что скорее всего Это какие-то Тропические Цветочки Но Но у меня Выстроился Ассоциативный ряд Так что Спасибо огромное Лиля Теперь у меня Есть такая Классная Подушка Я планирую С ней справиться Очень сильно Планирую С ней Справиться Еще два набора От Елены Из Канады Это то единственное О чем я знала В той посылке Которую Она мне Прислала Началось это все С того Что я В вышивальной Неделе Рассказала Что я хочу Два набора Фетровых Но не буциловских А с сайта Мэри Стокинг Это я так понимаю Американский Скорее всего Интернет магазин И производитель Они продают На сайте Как буцилу Так и Собственного Производства Наборы Но прикол в том Что буцила Кроме этого сайта Продается еще На целом Куча сайтов На целой куче А наборы Заказываю Куча сайтовки Куча сайтовки Эти два фетровых Эти два фетровых Набора Это как раз То о чем Я говорила Для моего Дерева Такого черного Хэллоуиновского На который Повиснет Вот этот вот Грибочек Туда Отправятся Вот такие Вот шесть Игрушек Это Мэри Стокинг Харвест Орнаменс Эти Игрушки Урожая Что это такое Значит Здесь у нас Ну Очень похоже Как на буцилу Здесь у нас Тоже Фетр С нанесенными Вот этими Всеми линиями Пайетки Бисер Нитки Иголки И инструкция Здесь у нас Шесть сюжетов Четыре на четыре дюйма Надо будет перемерить Сколько это В сантиметр Здесь вот такой вот Кусок пирога Подсолнух Это Индейка Правильно так будет Индюшка Индюшка Турки Короче Ну С днем благодарения Да Ассоциация Тут у нас Тыква И Листочки Просто листочки И желуди И корзина С яблоками И одно яблочко Еще вот Рядышком И вот так Это все выглядит С обратной стороны Фетр И Пайетки С нитками В отдельном пакетике Я думаю Что это у нас с вами На этот год Планы И Вот этот вот Сапог Это просто Моя любовь Christmas bells Он называется Рождественские Колокольчики Есть еще У этого же Производителя Господи У меня столько мыслей Одновременно вам рассказать Они не выстраиваются В ряд Они пытаются Все Одновременно Выйти Значит У этого же Производителя Есть еще Игрушки Я вам сейчас Где-нибудь Здесь показываю Фотографию То есть К этому сапогу Есть еще Игрушки Но если честно Игрушки Мне как-то Понравились Меньше Они мне кажется Менее богатые Чем сапог Хотя может быть Я ошибаюсь Может мне стоит Посмотреть на них Еще раз В общем Это сапожок Фетровый И Вот такие Вот Ну дорого-богатые Конечно Расшитые Такие колокольчики Разными цветами Пайеток Стеклярусом Бисером Ну просто Тут Тут живого места На них нет От вышивки Я себе представляю Как долго Посмотрите Такие цепочки Бисерные Видите Сделанные Такие как Ромбики Из бисера Если я представю Насколько долго Это будет делаться Фетр И вот Целый пакет От этого Бисера И стекляруса Прозрачного Тоже огромный Пакет Ище Кстати Прозрачный У Буциллу Прозрачный бисер Страшноватенький Откровенно Я его обычно Не использую А здесь Вроде нормальный Ну В общем Будем смотреть Это точно Не на этот год Но я счастлива Что есть такой Теперь у меня набор И вторая мысль Которую я вам пыталась Выдать Параллельно с предыдущей Есть Похожий Сейчас в новинках То ли вышел По-моему уже вышел У Буциллы Набор Тоже сапожок Тоже с Колокольчиками Вот я вам его показываю Рядом Но Как вы можете заметить Сюжет похожий Но Немножко не то пальто Вот В большинстве случаев Мне Если сравнивать Мэри Стокинг И Буцилла Все-таки у меня В моем личном хит-параде Выигрывает Буцилла Но Не в этот раз В этот раз Мне однозначно Этот сапожок Нравится больше И я Счастлива Что он у меня теперь есть Я еще главное Не сделала в своей жизни Ни одного сапожка Ни Фетрового Ни крестикового Никакого Но Я их усердно Собираю Так Еще один набор Который Ко мне приехал На день рождения Это тоже отдельная история Это мои подруги Оля и Нина В общем Нина Делает Принт На тканях На равномерках Что где происходит Эти звуки Напрягают Нанесено На саму ткань То есть это Принт На ткани Вот в этом случае На Конве А Нина делает На равномерках Хотя на конве По-моему Она тоже делает По-моему Она и на конве делает Да И я на него Посмотрела На этот Принт И он мне Так понравился Хотя раньше Я понятное дело Много раз в жизни Видела этот набор Но как-то Не знаю Не впадала я В какой-то Дикий восторг Держите меня Семеро А тут Я увидела Эту ткань Которая лежит Передо мной И я такая Нина Скажи что мне Не нужна Эта ткань Вот-вот-вот Отговори меня Нина такая Ну я думаю Что она тебе Нужна Нужна конечно В общем Я тогда Сдержалась Но Нина Это запомнила И потом Как-то Каким-то макаром Они нашли Этот оригинальный набор Где они признаются Говорят Больше там таких нет И мне На день рождения Приехал этот набор Еще был букетик Лаванды В общем Все было Очень так Атмосферно Так что Теперь у меня Будет вышиваться Этот дизайн У меня интересная Сложилась такая Ситуация На прошлый день рождения Мне подарили набор Горная лаванда От фирмы Черевномыть Который я вышила К этому дню рождения То есть через год И мне кажется Это такая традиция Начинается В этом году Мне подарили Вот этот набор И вполне вероятно Что я его Успею вышить К следующему дню рождения У нас на даче Цветет лаванда В этом году Я успела Просто аккурат К тому моменту Когда надо было Эту лаванду срезать Вокруг меня Уже ходили кругами И знаете Вот так пощелкивали Ножницами Я быстрее Быстрее дошивала Работу Чтобы успеть Ее сфотографировать Вот такая кстати Получилась в итоге Фотография Надо будет таки Донести эту фотографию До инстаграма И я думаю Что эта лаванда Не откажется Сфотографироваться Еще и с вот таким Вот дизайном Следующий набор Это последнее Что я вам сегодня Покажу Из моего списка Хочушек Из того самого Виш-листа Которую я Для подруг Составила Тоже интересная история Я дарила Такой же набор Этот же дизайн Другой своей подруги На день рождения По-моему Или на Новый год Они у нее рядом Поэтому я не совсем Помню на что Ну короче Около Нового года Я дарила ей Этот набор И тогда я Впервые на него Опять же Обратила внимание Присмотрелась Думаю Какой красивый сюжет И в итоге Он мне так запал в душу Я думаю У меня тоже Такой должен быть И это Вот такой вот набор Новогодних Казалось бы Игрушек От Let's Teach Здесь у нас 4, 5, 6, 7 сюжетов Тут Мишка Наряжает елку Тут такой сюжет С Домиком Елкой И снеговиком Видите Он прям как вот Часть какой-то картинки Видите Как вот тут край Так обрезан Машинка с подарками Две машинки с подарками Пряничный домик Эти Колядники И еще одна машинка Но уже с конфетами Почему я сказала Вроде как это должны быть Игрушки Здесь кстати Вот такая комплектация Здесь есть бисер Здесь по-моему Три листа Если не четыре Пластиковые конвы Нет Три Да Три листа Пластиковые конвы Стопка огромной бумаги Я так посмотрела На это думаю Почему три листа Пластиковые конвы Они многовато ли И в итоге я посмотрела Что Здесь указано Что размер каждой игрушки 5,9 А подождите 15 на 15 сантиметров 15 сантиметров На 15 сантиметров Представьте Ну 15 сантиметров Где-то вот так вот То есть Это такие Большие сюжеты Реально Большие Даже для моей елки Большие В общем Интересно будет Посмотреть Как они будут Выглядеть В вышитом виде Но Это что-то Гораздо крупнее Чем я думала Особенно мне кажется Вот эти вот два Они будут у нас Максимального размера То есть Это вот такого вот Размера будет Картинка Ну это В любом случае Это интересно будет Попробовать Так что будем вышивать И последние два набора Которые я вам покажу Кстати От Елены Опять же И тот и другой Такого я никогда не видела Это набор у нас От Жанлин Называется он у нас Вот Circle of Songbirds Круг из Пепчих птиц Я вспомнила Слово пепчих Я сначала Я когда Достала этот набор Из посылки Я вообще была в шоке Что там лежит что-то еще Кроме фетровых наборов Я достала этот набор Из посылки И посмотрела Почему-то на нижних Птичек Думаю Ой Класс Никогда не видела Такой набор И потом Когда я уже посмотрела На него второй раз Я подняла глаза выше И увидела там калибри Ну как Как я могла не заметить Калибри С самого начала Здесь у нас Конва Нитки И набор у нас 85-го года Представляете себе И он тоже Меня дождался Очень красивый И в нем Есть Свой шар Знаете Вот таких Каких-то старых Разработок Видите Как эти листочки Сделаны Два цвета И квадратичный бэк И вперед И У меня этот набор Увидел человек Который Далекий от вышивки Но Как бы Есть какая-то Насмотренность Тех дизайнов Таких современных Которые я вышиваю И вопрос был А оно вот такое Квадратичное и будет Говорю Да Так раньше делали Так раньше схемы Разрабатывали Так Понятно Я действительно В этом сначала Знаете Мне как-то Поначалу Не нравился Этот квадратичный бэк Я думаю Все Буду менять Не буду Вот это квадратичное Делать Кто так делает А потом Я поняла Что вы знаете В этом действительно Есть какой-то шарм Какой-то Вот этот Такой Налет Старины Что это не схема Которую Позавчера Разработали А это что-то Что дошло До нас Вот В данном Случае Практически Тридцати Так Какой сейчас год Практически Сорока Лет назад Ничего себе Хочу вам сказать В общем Я думаю Что я здесь Буду оставлять Все как есть Вот единственное Насчет чего я сомневаюсь Это Канва Здесь у нас Четырнадцатая Канва Может быть Я и заменю На равномерку Но Бэкстич Я думаю Что буду Оставлять Такой И Последний Набор Набор Которого у меня Не было в запасах Но если честно Я Поглядывала На него Я Как и Многие люди С неким Скепсисом Отношусь К Более Новому Дименшинсу Есть там Конечно Какие-то Прямо Жемчужины Но в большинстве Своем Когда я смотрю Каталоги Дименшинс Новинок Которые Собираются Появиться На свет Я не могу сказать Что у меня что-то Просто Знаете Сбивает С ног Своей неземной Красотой То есть Это действительно Какие-то Единичные Случаи По крайней мере По моему вкусу Но вот этот набор Мне понравился Набор кстати У нас Сделан В двадцать первом А дизайн Дизайн Какого года Не рискну Ну а тоже Не так давно Он появился Так Болистящая упаковка Winter Cabin Называется Этот дизайн Я думаю Что все вы его знаете Такие олени На берегу Река И в реке Отражаются Отражаются Огни Дома Такой вот Классный набор Очень люблю Вот этот цвет Конвы У Дименшинс Где-то тут А Просто написано Grey Просто серая Аида Хотя Мне она Если честно Синеватая Ну написано Серая Что я такая Чтобы не верить Дименшинсу Но Очень классный Дизайн И я так понимаю Что будет Он достаточно Большой Куда Дименшинс Дели размеры Ага Никуда Там же Где и были Так 38,1 На 25,4 Такая Будет работа Очень красивая И вы не поверите Не поверите Потому что Не помещаются Это По наборам Все Тут три слоя Лежит Там Прикопали Кучу всего Это все Что я вам могла Показать Вышивального Но Пришла Мне Еще Красота Это Ну Можно Наверное Сказать Декор Я в шоке Вообще Что первые Две Фигурки Доехали Потому что Это все Ехало В Пакете Я так понимаю Что это Скорее всего Вообще Была ручная Кладь Скорее всего Я практически В этом уверена И оно Все Доехало В пакете Оно Было Упаковано В такую Бумагу Упаковочную Но Но Как Оно Не Поотбивалось Я не знаю Мне написала Елена Она спросила Говорит Насып На месте Я говорю На месте В общем Я Достала Из посылки Вот Такую Вот Птицу И Вот Такую Вот Птицу Теперь Понимаете Почему Меня спросили На месте Или у них Клювики Потому что Как Вот это Вот Вот это Вот Приехала В ручной Клади Я Откровенно Говорю Не знаю Ну То есть Это реально Чудо Это реально Чудо Такая Вот Птица Смотрите Какая С цветочком И К ней В пару Вот такая Вот маленькая Тоже С носиком Тоже С цветочком Такие Вот Две Калибри Я Сейчас Откровенно Говоря Дома Попрятала Все Вот такое Вот Легко Бьющееся Еще В марте Прошлого Года Можно Говорить Что я Пессимист Но Как бы Что есть Я Попрятала Позаматывала Там Всякими Какими-то Свитерами Пупырчатой Попрятой Плёнкой Потому Что Ну От греха Подальше Знаете Ладно Не будем Развивать Эту тему В общем-то Попрятала Потому Что Опасненько Опасненько У нас Уже На даче Падали С Шкафов Тут Так Дрожала Земля Во время Каких-то Очередных Прилетов Что У нас Тут Попадали Вещи Со шкафов Мы приехали Оно Все На полу Валяется Поэтому Лучше Сейчас Ну По крайней мере Я для себя Считаю Что Лучше Сейчас Всякую Такую Красоту Не расставлять Потому Что Не ровен Час Ну Это Отдельная История Так Что Есть У меня Теперь Две Таких Вот Статуэточки Так И У меня Появилась Вот Такая Вот Тарелка Я Думаю Что Те Кто Видел Смотрел Мою Предыдущую Вышивальную Неделю Уже Видел И Лена Присылала Мне Уже Две Такие Тарелки Я Сейчас Показываю Фотографию Я Их Достала Нашла Ну Нашла Я знала Где Они Ну Опять же Спрятаны И Я Их Положила Все Три Ряда И У меня Уже Прям Такая Коллекция И Лена Так Говорит Так По Моему Их Колибри И Фукси По-моему Называется Кстати Нина Делает И под Этот Набор Тоже Под этот Дизайн Делает Ткань Если Бы Она Это Делала До Того Как Я Взялась За Этот Набор Я Вышивала Лучше Не Родной Набор Дименшн С Печатного Креста А Лучше Бы Заказала Просто У Нины Этот же Там Фоновый Такой Идет Рисунок Такой Тенью Зелен Такие Зелено Розово Голубые Разводы Я бы Лучше Заказала У Нины Чем Сидела Мучилась Как я Мучилась С этим Оригинальным Набором Дименшн С Печатным Крестом Но Этот Дизайн У меня Вышед Это Тарелки Лена Лью Кстати Называется Вот Энна С Хамминберд Тут Есть Номер У Каждой Этой Тарелки Написано Что Фарфор 92 Год И Также Где-то Здесь Я Видела Что Это Керамик Арт Не Ешьте Пожалуйста С этой Тарелки Что Можно Отравиться Да Я Конечно Люблю Калибри Но Есть Из Этой Тарелки В голову Мне Не Приходило Но Видите Нас Все Рано Предупредили Что Вот Такое У меня Красивейшее Пополнение Еще И С Тарелочками Так Как-то Бы Так Как-то Бы Так Чтобы Максимально Аккуратно Все Вот Так Сколько Я вам Это Все Уже Рассказываю Мне Интересно Я так И думала Что Где-то Час Мы С Вами Тут Провели У У Вышивальные Недели Знаете Короче Выходят Предыдущие Несколько Недель Чем Я Сейчас За Один Заход Рассказала Вот Так Пополнились Мои Рукодельные Запасы Всего За неделю Да За Предыдущую Неделю Спасибо Огромное Всем Моим Друзьям Подругам Которые Присылали И Приходили Приезжали Спасибо Огромное Моим Зрительницам Которые Тоже Изъявили Желание Меня Поздравить Это Всегда Очень Приятно И Знаете Когда Просят Адрес Дайте Почтомат Или Отделение Я даю И Когда Я Говорю Так Мне Пришла Посылка Я Иду За Посылкой И Меня Обычно Спрашивают А Что Там И Знаете Как Приятно Говорить Я Не знаю Что Там Зава Ничего Не Знаешь Даже Не Догадываешься Что Там Лежит Это Всегда Отдельное Удовольствие Так Что Спасибо Всем Огромное Кто Принес Мне Эти Минуты Которые Сложились Я Так Понимаю На Прошлой Неделе В Целые Часы Радости И Приятных Эмоций Что Всегда На вес Золото Сейчас Так И Тем Более И Я Надеюсь Что Час Радости Это Видео Понравилось Это Все Посмотреть Порассматривать Я Если Честно Сама Посмотрела Еще Раз Спокойно Порассматривала Как То Более С чувством С толком С расстановкой Сейчас Это Все Как Разберу И Будет У меня Потихонечку Перебираться С дачи Домой Раскладываться На Свои Места И Ждать Собственно Времени Когда Это Все У меня Пойдет В процесс На этом Все Спасибо Творческих Успехов Берегите Себя Пока